Да, этот мотор будет крутиться, и я покажу вам это. Но давайте сначала попробуем ответить на вопрос, почему в наших розетках течет переменный, а не постоянный ток. Ведь так было не всегда. Для понимания этого, рассмотрим устройство самых простых моторов постоянного и переменного тока. Мотору постоянного тока необходимо иметь как минимум три обмотки, так как с двумя у него будет мертвая точка, из которой он не сможет тронуться. Также такому мотору нужен постоянный магнит или электромагнит. А еще мотору постоянного тока необходим коллектор, который постоянно трется от окосъемники и является самым слабым звеном мотора. Коллектор искрит, создает электромагнитные помехи и довольно быстро изнашивается. Моторы постоянного тока требуют периодического обслуживания, что снижает их рентабельность при длительной эксплуатации. А теперь посмотрим, насколько проще устроен мотор переменного тока. Самое замечательное, что его обмотки могут быть рассчитаны на любое напряжение, так как их можно подключить через трансформатор, который тоже может работать только на переменном токе. При этом самому простому мотору переменного тока достаточно иметь всего одну обмотку. Моторы переменного тока успешно обходятся без магнитов и электромагнитов. Но самое главное, мотором переменного тока не требуется коллектор со щетками. Износу подвергаются только подшипники, у которых очень большой запас надежности. Мотор, который я собрал специально для вас, работает на токах ФУКО или на так называемых вихревых токах. Для изменения вращения ротора такого минималистического мотора достаточно немного изменить конфигурацию магнитопровода. Хорошего вам дня и до встречи на канале! Субтитры создавал DimaTorzok